Всем привет! И сегодня у нас на обзоре Bluetooth-колонка с сайта Алиэкспресс. Устройство стоит в районе 350 рублей и, как заявляет продавец, обладает водонепроницаемостью, что в свою очередь делает ее отличным решением для установки в ванную комнату. Ну что же, начнем наш обзор? Поехали! Колонка была заказана на сайте Алиэкспресс и обошлась в 350 рублей. Посылка шла около месяца. В коробке лежала сама колонка, кабель зарядки круглой формы, а также руководство пользователя. Кабель зарядки оказался погнутым на одну сторону, но в рабочем состоянии. Судя по коробке, в которой пришел динамик, на которой была вмятина с одной стороны, зарядку погнули во время транспортировки. Краткие технические характеристики представлены и производителем. Водонепроницаемость, крепление к горизонтальным и вертикальным поверхностям, Bluetooth версии 3.0 плюс EDR, диапазон действия до 10 метров, встроенный литий-ионный аккумулятор на 400 мАч, частотный диапазон от 100 Гц до 20 000 Гц. Колонка выпускается в нескольких цветах. В моем случае это белый цвет. И выполнена полностью из пластика. На лицевой стороне имеются прорезиненные кнопки управления. Светодиодный индикатор расположен под кнопкой Power. А также отверстие для микрофона. На обратной стороне имеется присоска для крепления к различным поверхностям. И отверстие для динамика. Такое расположение динамика, по-видимому, защищает его от попадания брызг и влаги. Что наводит меня на мысль, что колонка является влагозащищенной, а не водонепроницаемой. То есть вода в ограниченных количествах попадать на устройство может, но для погружения в воду целиком устройство не предназначено. На боковой стороне имеется порт зарядки, который прикрывает резиновая заглушка. В моем случае порт зарядки – это отверстие круглой формы. Но существуют версии колонки и с портом microUSB, что более практично, на мой взгляд. Включим колонку и спарим ее с телефоном по Bluetooth. Ищем в Bluetooth-устройствах имя колонки BTS-06. Подключение происходит без пароля. Управляется колонка с помощью пяти кнопок на лицевой стороне. Длительное нажатие на кнопку Power включает-выключает колонку. Power off. Кнопка Play-пауза позволяет начать воспроизведение композиции или поставить трек на паузу. Кнопка «Предыдущий трек» – переход к предыдущему треку или уменьшение громкости при зажатии кнопки. Кнопка «Следующий трек» – переход к следующему треку или увеличение громкости при зажатии кнопки. И последняя кнопка предназначена для приема звонков. Когда поступает входящий звонок, колонка озвучивает на английском языке номер звонящего. Короткое нажатие «Принять входящий вызов». При разговоре собеседника слышно хорошо. Почти так же, как и прослушивание композиций. Но вот микрофон работает плохо, даже если кричать прямо в него. Повторное короткое нажатие – завершает звонок. Также при входящем вызове длительное нажатие на кнопку отклоняет вызов. В режиме ожидания длительное нажатие производит вызов последнего набранного номера. Для проверки качества звучания колонки сравним ее с Bluetooth-колонкой Philips BT2500, стоимость которой составляет 3000 рублей. Уровень громкости установим на 80% от максимального, чтобы и громкость оценить, и качество звука сильно не исказилось. КОНЕЦ Стоит отметить, что китайская колонка звучит громко, но все же немного тише, чем Philips. И по качеству звука так же проигрывает. Много высоких частот, мало басов. Я бы оценил качество звука колонки Philips как чуть выше среднего, а звук китайской колонки как чуть хуже среднего. Произведем замер емкости аккумулятора колонки с помощью специального тестера. В итоге, время зарядки составило 2 часа 43 минуты, а емкость аккумулятора 126 мАч. Этого хватит, чтобы колонка на максимальной громкости проработала ровно 2 часа. Колонка имеет присоску и может крепиться к вертикальным или горизонтальным поверхностям. Но присоска вещь ненадежная и колонка может упасть и разбиться. Поэтому для сохранности я бы рекомендовал крепить устройство только на горизонтальные поверхности. Так водонепроницаема колонка или нет? Ответ есть в инструкции, и там указана степень защиты устройства IPX4. Это означает, что колонка не водонепроницаема, а влагозащищенная. Таким образом, ее нельзя погружать в воду, а можно лишь слегка намочить каплями воды или попасть с колонкой под небольшой дождик. Ну что же, хоть колонка и не может нырять под воду и не обладает впечатляющим качеством звука, все же она достаточно хороша, чтобы оправдать свою стоимость в 350 рублей. Как по мне, так ее можно брать не только в ванну, но и вообще везде, где вам не жалко ее потерять, разбить, испачкать, да и вообще все что угодно, ведь ее стоимость копеечная. В общем, если вам нужно подобное устройство, то рекомендую его к покупке. Ну что же, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!